Добрый вечер, Ваша Преосвященство, дорогие собратья, братья и сёстры. Владыка, благословите начать конференцию. Бог в помощь, Господи Николай. Спасибо, Господи, Владыка. Мы с вами начинаем третью часть изучать домостроя, которая говорит нам о домашнем устроении или о хозяйственном быте как раз-таки русского человека 16-го столетия. Многие ознакомятся с этой частью сами. Почему? Потому что можно много о чём говорить, но важные как раз-таки вещи, на которые хотелось бы заострить немножко внимания, мы сейчас озвучим. И первые главы как раз-таки говорят нам, как в домашнем быте всё хорошо и ладно как раз-таки содержать и делать. Как предпочтительно всё в доме убирать, наводить порядок, и кто этому как раз-таки должен помогать. Вот говорится, какие хорошие жёны. Это те, которые от своего рукоделия помогают своему мужу. В чём же они помогают? В том, что они не просят у него ничего, а то, что он приобрёл те или иные материи, они обощут весь дом на сезон, одежду, необходимые скатерти и прочее для быта домашнего. И то, что останется, какие-то, может быть, остатки, обрезки, они также пустят в дело для того, чтобы какую-то прибавку денежную в семью получить, продав это на рынке. И тем самым как раз они у мужа не будут ничего просить, и муж останется довольным. В 31 главе также говорится о домовитом хозяйстве. Какое это домовитое хозяйство? Это когда те даже остатки и обрезки от того, что было продано и сделано, останутся в доме, не будут выброшены куда-то, а пригодятся на какие-то одежды, которые нужно будет, будучи испорченными, их нужно будет подлатать, залатать. Для чего? Для того, чтобы не иметь нужды вновь покупать какую-то новую одежду. Говорится также и о определенных кухонных или поварских обязанностях, кто за чем следит и кто что приобретает. Говорится домострою в этой части, что поварские обязанности и выполняет хозяйка или жена, за всеми назирает и всем дает указания и указ, посоветовавшись со своим, конечно, мужем. Говорит также домострой, что необходимо иметь достаточно много поварских принадлежностей. И также говорится и о том, что необходимо впрок приобретать из посуды и съестных каких-то припасов. Но хотелось бы, конечно, заметить, что те, кто не справляются с этими обязанностями, также, конечно, было наказание, но наказание, которое было с любовью соотносено к тем слугам или помощникам, детям как раз-таки, своих родителей, когда они ослушивали своих родителей. Говорится также, каждый день государина проверяет, что сделали слуги, выполнили ли они ее наказ и наказ ее мужа. Сама же хозяйка держала бы себя достойно во всяком деле, и тогда слуги ее бы тоже слушались. То есть они были бы просто верными не рабами, а друзьями ее, которые бы были соратниками и помощниками ее в добром начинании по хозяйству дома. Вот 34-я глава говорит нам, каждый день жене, мужа во всем спрашиваться и обо всем советоваться, как на люди выходить и к себе приглашать, и о чем говорить с гостями. Интересная глава, потому что остается актуальным и в настоящее время, и мы посмотрим как раз таки с дней сегодняшних, как жила духовенция и в то время тоже. Жена каждый день советовалась с мужем обо всем по хозяйству и напоминала ему о том, о чем они рассуждали еще накануне этого дня, с вечера. Что необходимо сделать, а порой что и приобрести для семейного быта. А муж распределял обязанности. Мы вспомним, конечно, Священное Писание даже Ветхого Завета, да, Господь тоже устанавливает и дает Адаму помощницу. Говорится в книге Бытия «Сотворим помощника по нему». И вот как раз таки жена является таким помощником, а в настоящее время для некоторых из нас является и в хорошем смысле секретарем, который помогает не только в быту, но и в небогослужебное время своему священнику и настоятелю. Если не было бы жене каких-то обязанностей, она могла пойти в гости или пригласить гостей к себе, или написать кому-то письмо, но только с позволения мужа это делалось. В гостях всегда старались, первое. В гости ходили ради доброй беседы и ради науки, не для того, чтобы о ком-то посплетничать или выяснить, а если начнут выпытывать что-либо о ком-то, надо бы на домострой отвечать так. «Не ведаю я ничего такого и не слыхала, и не знаю, и сама о ненужном не спрашиваю ни о княгинях, ни о бояринях, ни о соседях, не пересуживаю». Такая рекомендация дается для чего? Для того, чтобы человека не вести в грех, но и тем самым как раз-таки не судить тому, кому отвечает. Так, но порицая осуждение и другие пороки, впредь показывать, что эта жена или эта женщина как раз-таки, эта хозяйка таких речей не ведет и никогда не хочет слушать их. Давать наставление слугам, посещать людей с тем или иным как раз-таки послушанием от хозяина или хозяйки. Необходимо было так по домострою. Изначально объяснить и рассказать, что необходимо, чтобы слуга выполнил, но и отправив его остановить. Для чего? Для того, чтобы переспросить, правильно ли он понял то, что ему сказали хозяева. Сам же слуга должен был, конечно, осмотреть, если ему что-то дается отнести, кому-то на пропитание или в храм, или в монастырь на помин души отнести, хорошо ли все упаковано и не будет ли какой-то пропажи, пока он это донесет. Но и также, конечно, по отношению к этому слуге или к детям, которые это понесут, предъявлялись определенные правила. Необходимо было, конечно, прийти ко двору, постучаться и попросить как раз-таки хозяев и передать это не слугам, а хозяевам, непосредственно кому это предназначается. Если приглашали в дом, то в доме ничего не брать, ни на что не смотреть, без разрешения на то самих хозяев. И по отношению к слугам, конечно, такой немножко юморной момент находится, хочу зачитать, нужно было вот что сделать. «У синий или у избы, или у келья нужно было разуться, нос высморкать, прокашляться, да умело молитву сотворить, а если не ответят «Аминь», то и второй раз, и третий раз молитву совершать, пока не пригласят». И если такового человека по русскому гостеприимству приглашали за стол, то домострой, конечно, говорит о том, что лучше не оставаться. Но если и оставляли, то не нужно, конечно, заниматься перееданием, чревоугодием, также нас предостерегает эта книга о том, чтобы мы не прегрешили. И если же, конечно, от слуг была какая-то пропажа, или же наоборот, они при том ужине или обеде начинали как-то перед другими людьми злословить или осуждать своих хозяев, то необходимо было потом, когда узнали хозяева, конечно, определенное наказание понести таковым слугам, для того, чтобы они не только с любовью относились к своим хозяевам, но и к тому делу, которое они совершали. Почему? Потому что это совершается ради послушания. И мы все помним слова как раз-таки даже порой нужно выполнить послушание вместо того, чтобы где-то и сотворить необходимую молитву. То есть послушание выше поста и молитвы. И Господь Бог, видя родения детей наших, помощников наших, вот что даст таковым людям и хозяевам. Бог, видя добрые ваши дела и мудрое пред ним смирение, разумное наставление и Бога ради терпения подаст вам великую свою милость прощения грехов и жизнь вечную. Тридцать шестая глава говорит, конечно, не нам о том, чтобы мы давали женам наказ, как в гостях себя вести и что можно вкушать и пить, а что нельзя. Говорится в ней о том, что никакого хмельного питья без позволения мужа нельзя как раз таки употреблять. И даже если и в гости кто придет, то гостям также у себя дома ничего не предлагать без дозволения на то мужа, потому что он как раз таки хозяин дома и он несет определенную ответственность за это. Об устроении домашнего быта, как то одежды, столов и прочих принадлежностей бытовых говорит домостроя, что не только одежду, но и обувь бережно носить, а поносив, снять ее, привести сразу в порядок, чтобы не было никакой порчи и она послужила на многое время. Те, кто дом свой содержит в устройстве и ладно, вот что домострой говорит. В устроенный дом, как в рай войти. Вот так вот как раз таки приличествовало в то время. Но хотелось бы немножко напомнить, упустил такой момент. Раньше, конечно, духовенство в гости в основном ходило только в больших городах. Их приглашали, но достаточно редко. Приглашали для чего? Для того, чтобы вести духовную беседу. И не более о чем. В основном, в деревнях, в селениях духовенство было из простого люда. И чаще всего как раз они даже были невольными людьми. Поэтому в гости не ходили. Или только лишь ходили к духовенству с позволения своего хозяина или боярина. Вот так вот было раньше, в 16 столетии. Если же дом был неустроен и хозяин дома, возвращаясь домой, видел, что дом не убран, никто не помогал, не все, что он повелел, было выполнено, то было определенное наказание. Супруге порицание словесное, слугам и детям было даже наказание. Но наказание как раз-таки заключалось не в том, чтобы проявить то или иное насилие, но наоборот с любовью. И вот как говорит домострой, бить плетью бережно с поучением, оно и вразумительно, и больно, и страшно, и для здоровья полезно. Вот за большую вину или огорчение, принесенное хозяину, не выполнив его повеления, говорилось вот так вот. За страшное осушание и нерадение, тогда, сняв рубашку и за руки держа, по вине смотря, плеткой вежливо бить. О чем эти слова говорят? О том, что в первую очередь, конечно, и хозяин, и хозяйка, и слуги не забывали, что они как раз-таки христиане, что они с любовью все совершают по отношению друг к другу, и Господь видит их родение или нерадение, и зато они получают либо как раз-таки поощрение, либо наказание. Но это все вежливо происходит, с любовью. И приводится такой вот присказка такая, интересная, старинная. По винную голову меч не сечет, а покорное слово кость ломит. Что под этим подразумевается? Когда добровольно признаешься содеянным, то, что не успел сделать, или по какой-то причине поленился, то наказание смягчается. А кто чем упорно отрицать начинает свою вину, тому, конечно, наказание ужесточается. Что же за покорное слово кость не ломит? покорное слово это как раз таки смягчается. Смягчается гнев, он укращается тем, что человек сам сознал свою или признал свою вину. И тем самым смягчил собственное наказание и в следующий раз имеет возможность как раз таки исправиться, но с определенным как раз таки укором и наставлением уже хозяин к этому человеку отнесется. То ли к сыну, то ли к дочке, то ли к жене или к помощнику какому. Вот 39-я глава говорит нам, мы ее почти полностью зачитаем, «Если муж жены сам не учит, то накажет его Бог, если же и сам обычай блюдет, и жену, и домочадцев учит, милость от Бога приемлет». И вот что говорится в этой главе. «Если же муж сам не поступает так, как в этой книге писано, и жены не учит, и дом свой не по заповедям Божьим устраивает, и о своей душе не радеет, и людей своих этим правилам не учит, и сам он в погибель в этом веке и в будущем попадет, и дом свой погубит. Если же муж добрый радеет о своем спасении, и жену наставляет, и домочадцев страху Божию учит, и правильному христианскому житию, так, как написано здесь, он со всеми вместе в благоденствии с Богом жизнь свою проживет, и милость Божию получит. Дальше главы начинаются о том, как как раз-таки многие и различные съестные и несъестные припасы приготовить. То есть вот о домашнем быте, как это правильно и рассудительно соблюсти в своем жизненном обиходе. Говорится вот так вот, мы кратенько совсем скажем сейчас, вот что надо было сделать для того, чтобы государю или хозяину или другому христианину какие вещи впрок приобретать. Надо было перед тем, как что-нибудь приобретать, особенно на год или впрок. Расспросить от себя ли человек торгует или у кого перекупил, то лучше с ним дело не иметь с перекупщиком, а напрямую у купца или крестьянина приобрести с прибытком. То есть больше можно было купить. А когда в семье возникает нужда, то эти излишки можно было продать и для семейного устроения пустить. В 44-й главе говорится такой вот интересный момент, заострю внимание. Год обиход с запасом сходился. Что подразумевается под этим словосочетанием? То, что в течение сего года необходимое всегда было запасом у людей того времени. И они не только хозяин с хозяйкой заботу проявляли о своей семье, но и те, кто им помогали, слуги, крестьяне тоже ни в чем не нуждались. Это было как раз таки в заботе у хозяев дома. и остальные главы нам говорят о тех припасах, о том, что можно было купить, у кого нужно было купить, или как нужно было купить. Но мы об этом сейчас говорить, конечно, не будем, это не столь значимо. но делалось все это в двух словах хотелось бы сказать. Для чего? Для того, чтобы самому добрым хозяином прослыть и десятину вовремя внести, и для того, чтобы какой-то остаток был, чтобы неимущим можно было подать. То ли идя в храм, то ли идя на рынок, неважно где, но дается определенные запасы и припасы для того, чтобы человек мог и семью прокормить и содержать и имел возможность поделиться с ближним. То есть имел возможность как раз-таки соблюсти заповеди. Здесь в этих главах, конечно, говорится и определенном достатке или прибытке самого хозяина и самих слуг, что необходимо, конечно, при определенных запасах заводить добрую дружбу с купцами, с другими людьми, дабы им помочь. И они, когда у хозяина возникнет какая-то проблема или нужда, могли ему также о нем позаботиться и ему помочь. Но и также говорится в этих главах о том, что даже если что-то ты приобрел и из этого необходимо, конечно, пригласить и приготовить тому же купцу или крестьянину, его угостить даже от его трудов. И тем самым как раз-таки доброе расположение этого человека не заслужить, а снискать. Вот так вот говорится в домострое. то есть мы это служение не к себе относим как раз-таки, а наоборот относится это служение к этому купцу или этому крестьянину, что он, дескать, поработал, а я вот выделил всего лишь немножко времени для того, чтобы его как раз за его труды поблагодарить и поощрить даже то, что было куплено у этого человека. Вот так вот говорят как раз-таки нам эти главы. вот на сегодняшний день мы заканчиваем с вами третью часть. Я благодарю всех участников конференции. Спасибо, Господи, за ваше внимание. И в следующий раз мы будем говорить о последней главе, главе домостроя. Она говорит и обращается в протопоп или протопресвитер Сильвестер к своему сыну Анфиму. И мы ее как раз на следующем на следующей конференции постараемся изучить и уяснить для себя, что он хотел донести как добрый пастырь и отец своему чаду. Спасибо, Господи, за внимание. Отец Николай, благодарим за интересный доклад. Сегодня, казалось бы, вы сообщили о бытовых вещах, бытовых вопросах, взаимоотношения между членами семьи, а также, как и соседями, общаться с друзьями, со всеми людьми. Но мы видим, что все страницы домостроя проникнуты православным таким мировоззрением, религиозным мировоззрением, что люди ориентировались на достижение Царства Небесного и все остальное прилагалось к их жизни. Сначала вы говорили о бережливости, и затем еще когда про обувь говорили, тоже о бережливости. Вы знаете, есть в жизнеписании, а, книга есть такая, «Моя жизнь со старцем Иосифом Иосифом», Исихастом, там говорится, что старец, святой человек, который постоянно имел божественные откровения, он учил своих учеников, что братья, то, что нам дают, то, что у нас есть продукты, свистные припасы, надо очень бережно относиться, и вещи, если нам какие-то жертвуют, вот, потому что это Господь послал, и нужно с этим очень аккуратным быть, потому что если мы будем здесь нерадиво к ним относиться, то больше уже Господь может не посылать такие дары. очень интересный совет, о чем говорить с гостями, чтобы не осуждали, не пересуживали, ради доброй беседы и науки, то есть научение, это взаимное обогащение опытом, ну, то есть и житейским опытом в том числе, вот, помните, как говорится в Писании, что Сара называла своего мужа как господина, Авраама называла, вот такое почтение мы видим и просвечивает сквозь страницы домостроя, такое почтение, в то же время и видно почтение к супруге, согласно заповеди, вы еще может быть, ну, знаете, конечно, когда Сара предложила Аврааму попросила, чтобы он изгнал Агарь наложенцу вместе с ее сыном Измаилом, то сначала Авраам не пошел на это, как-то сильно жалко было, все-таки его родной сын тоже, вот, но все-таки Господь явился и говорит, послушайся Сару, то есть через жену тоже была вот, показана воля Божья, и нам тоже нужно бывает так, не всегда нам непосредственно воля Божья открывается, конечно, а бывает через наших друзей, товарищей или подчиненных людей, вот когда мы с ними, когда есть проблемы, можем порассуждать, и в процессе рассуждения, прислушившись к мнению других, можно увидеть волю Божьей, помните, есть книги Деяния святых апостолов, что когда на соборе решали, как же быть с язычниками, то есть заставлять их, понуждать исполнять закон Моисея, или все-таки нет, и решение звучало так, изволяйся Святому Духу и нам, и дальше излагали уже, и вот я несколько раз уже был на архиерейских соборах, и когда какой-то вопрос поднимается, разные точки зрения звучат, всем дают высказаться возможность, но когда уже решение принимается, какое-то такое приятное ощущение, что вот воля Божья совершается, и такое единство возникает, так и в семьях, я думаю, тоже должно быть, всегда дать возможность супруге сказать свою точку зрения, предложить что-то, порассуждать, или если дети старшие, это называется семейный совет, и потом уже вместе всем вынести решение, а иногда бывает вечером не всем понятно, может уставшие люди, и есть очень хорошая пословица, утро вечером мудренее, то есть не смогли прийти к общему мнению, ну давай завтра утром подумаем, вот, помолились, легли спать, и Господь за такое терпение, за доверие, тоже может разуметь, очень важно, казалось бы, тоже бытовые вещи, отправить слугу, переспросить перед выходом уже, все правильно понял или нет, это называется метод обратной связи, то есть вы сказали слуги, ну скажем, тут уже у нас не слуги, а у нас есть сотрудники, все сказали, понял, понял, перескажи, он когда перескажет, уже понятно, что он не то, понял, что мы просили, это действительно хороший совет, и сейчас можно им пользоваться, знаете, когда мы ездили на курсы повышения, квалификации, так можно их назвать, то есть молодых архитериев обучали еще, вот, и значит, один из лекторов говорит, проводили исследование, когда конфликт между подчиненным и начальником случался, начальник даст задание, потом у обоих брали письменно, так сказать, чтобы они изложили, что начальник хотел, и как понял, подчиненный, и не всегда было совпадение, то есть, конечно, переспрашивать перед выходом, это очень хорошо, и еще я вот практиковал в монастыре, когда отправляю кого-то в командировку, скажем, на машине люди едут наши, я практически всегда подойду к водителю и говорю, ты поосторожнее, братья ввези, ну, я так немножко шутил, еще, нас и так мало уже осталось, поэтому давайте аккуратнее, там, чтобы машина не перевернулась, смотри в оба, особенно, говорю, за пешеходами, смотри, так и вы тоже или сотрудника отправляете в командировку, там, или матушка на машине поехала, детишек повезла, всегда надо так вот благословить и вот такие превентивные вот, меры использовать, так предупреждающие, и тогда, знаете, все-таки, когда такое наставление есть, человек повнимательнее уже едет, вот, в гостях ничего не брать, ничего, ни на что не смотреть, без разрешения хозяев, это тоже по святым отцам, я сейчас не помню где, или в лестнице, или в Аве Дорофее, говорится, что, когда пригласили тебя, в келью, ты зашел кому-то или в дом, то не подними свои очи и не посмотри, что вокруг, какие книги, какие картины, вот, если желание есть, то можно спросить у хозяев, пока вы отсутствуете, можно я так библиотеку вашу посмотрю, почитаю, вот, вот так, видите, я говорю, что из монашеских книг, из тех, которые мы сейчас с вами начинаем изучать, а в Аве Дорофее, лестницу, вот, как это все в быту реализовывалось, в быту мирян реализовывалось, слуги должны выглядеть очень хорошо, опрятно, в этом даже есть проявление уважения нас, если мы послали своих сотрудников куда-то, вот, или друг другу, или в организации, то надо посмотреть, чтобы и внешний вид был соответствовал, иначе, если неопрятно пришел человек, то это мера нашего уважения к тому, кому Ганец был послан. Забота о вещах по Аве Дорофее, в одном из поучений, ранних мы с вами проходили, говорится о том, что нужно совесть беречь по отношению к Богу, к себе, к ближним и даже к вещам. То есть, отец Николай нам сказал, что обувь одел, прошелся, потом, когда снимаешь, перебеди сразу в порядочек и поставь на положенное место. И до сих пор, хотя сейчас, казалось бы, в этом изобилие, все-таки нам нужно смотреть действительно за кожаной обувью, чтобы она подольше прослужила за вещами, вот, потому что это Господь нам дает для пользования, тоже нужно бережно. Но сейчас есть возможность, вы знаете, что вещи бывшего употребления, если каким-то причинам стали маленькими или уже ненужны, то можно отнести, при храмах принимают эти вещи. Интересно, отец Николай говорит, говорит, что плеть для здоровья полезна. Я где-то слышал, что когда розгами наказывали учеников, то это некое переливание крови. Кровь сначала отхлынет от головы, скажем так, а потом опять в голову. И такое получается обновление силы, силы появляются. Сказано, что страшно это наказание и как бы лишний стимул, так скажем. Но в то же время ведь и полезно. Но очень важно, что повинную голову меч уже не рубит. То есть, когда человек рассказывает, вы знаете, это в вашем случае это и с детишками, а в нашем случае ну, скажем, с вами получается. Когда батюшки делаешь замечание, а он нет, я, а он, все, одно дело. А когда уже говорят, да, действительно, он не прав и готов исправиться, то уже располагается сердце по-другому. Мама моя рассказывала, мы со старшим братом что-нибудь натворим. Его пока наказывают, я успевал покаяться. Она говорит, тебе подойдешь, ты уже такой, я больше не буду, больше не буду. И говорит, уже тебя не наказывали. Доставалось Сереге больше. Вот, Игорь успел покаяться. Успевал. Ну, доставалось мне тоже, но вот иногда такие бывали случаи, что до меня доходило, я так проявлял раскаяние в содеянном. Хотелось бы узнать, отец Иклай, в какой конкретной главе говорится о наказании, как, за что наказывать, по каким местам можно бить, по каким нельзя бить. Потому что, мне кажется, это большой интерес вызвало, я смотрю, так улыбаются все матушки, детишки, что об этом интересно почитать. Вы можете главу назвать? Это, Владыка, во второй части как раз таки домостроя говорится о семейном устроении. Вот там об этом говорится. Но я не стал в прошлой нашей конференции об этом говорить, потому что, да, это там говорится. Потому что, прежде всего, у всех возникает домострой, значит, наказание, значит, надо бить. Я читал домострой, помню, как я дословно, может, не скажу, что мужу бить, наказывать, скажем, жену с любовью, жене не обижаться на мужа, а муж должен потом ее пожалеть. Вот такая последовательность. Ну, потому что, видите, хозяин дома, он отвечает за все семейство. И если с трех раз не поняла супруга или противодействует, то, конечно, лучше такое наказание, чем она станет наглой такой и дети будут тоже не слушаться. Поэтому есть. Ну, может, вы пока поищите, где, мне просто интересно, как дословно-то написано, по каким местам. Я помню, что нельзя бить кулаком, нельзя бить в ухо, в глаз, нельзя там жезлом. Вот. Ну, перечисляется все, как нельзя, я так понял, как можно. Просто не называются те места, которые можно, понятно, становиться. в тридцать девятой главе очень важно, потому что мужья, когда начинают читать домострой, они так с важным видом берутся. Сейчас я почитаю, как строить дом и буду всех строить. Ну, очень важное предложение, что если сам так, как написано, не поступает, то будет наказание. Дальше уже перечисляется, если не воспитывают других, но прежде всего глава семейства был образцом добродетели. Его, не сказать, что боялись, его очень уважали. И он был действительно примером. Вот у моей бабушки было 15 детей, и мама рассказывала, когда один раз Силя в кино хотелось, для этого она взяла с курятника яйцо, чтобы за 5 копеек сдать в магазин и пойти купить билет. А вот дедушка мой сидит, он ветеран войны, сидит в кресле, читает газету. Я мимо так прохожу, пытаюсь пройти незаметно, а он говорит, стой, иди сюда. Как-то все узнал. Что у тебя в руке? Я со стандартом показываю, что яйцо взяла. Где взяла? Курятники. Без спроса, да. Зачем? Ну, хотела сдать в магазин, кино хорошее хотелось сходить. Он взял 5 копеек, дал мне, а яйцо возьми, положи, где взяла. И никогда в жизни чужое больше не бери. И мама говорит, мне так стыдно. Я с тех пор уже на всю жизнь запомнил такой простой тон своего папы. Называли на вы папу и маму они. И было очень большое почтение. Одного такого замечания на всю жизнь уже хватало. Я только хотел спросить, говорится ли о том, как милостынь подавать. Ну, вы сказали, что надо бережно жить, чтобы хватало еще на милостынь. Если куда-то пойдет человек, то есть о милостынь тоже говорится. Вот. Ну, такие небольшие комментарии, небольшие ремарки. Я знаете, благодарим и можно уже запись кончать. милостынь